я всех приветствую на своем канале сегодня опять вас приглашаю на прогулку опять по деревне деревня называется леням мы здесь с вами ни разу не были маленькая деревенька которая была основана еще в одиннадцатом веке англосаксонцами здесь было небольшое поселение еще до англосаксонцев римляне его основали но она немножечко было в стороне так что считается что англосаксонцы основали эту деревню в этой деревне есть две школы одна правда спец школа так что можно считать что одна школа дальше здесь нет поликлиники люди ходят соседнюю с нами деревню которая называется дедом и к нам деревню в поликлинику во время второй мировой войны здесь находился аэродром и самолеты отсюда летали на континент сейчас на месте этого аэродрома здесь находится солнечная электростанция маленькая мы до нее дойдем она на другом конце деревни это место этот населенный пункт совсем не туристический это обычная деревня в которой живут обычные люди и чтобы понять что же такое англия мне кажется интересно побывать в таких местах но мы с вами будем говорить про передачи которые я бы вам посоветовала посмотреть если вы изучаете английский надеюсь вам понравится и прогулка и совет конечно мы будем с вами отвлекаться вот например смотрите какие красивые коттеджи соломенной крыши невозможно пройти просто ничего не сказав тут очень интересные особняки и очень часто встречаются теннисные корты около особняков такие скажем так не бедненькие особняки большие и есть достаточно места чтобы иметь такие развлечения как теннисный корт кстати слева это по-моему и есть теннисный корт но мы с вами начинаем разговор про передачи и так если вы только начинаете учить английский язык то я вам порекомендовала бы начинать смотреть мультфильмы первый мультипликационный сериал называется пеппа пиг а по-русски это свинка пеппа тут еще важно отметить что если вы хотите изучать британский вариант английского языка найдите пожалуйста мультик который сделан именно для этой страны потому что я знаю что этот мультфильм был продублирован например на американскую аудиторию конечно американский вариант этого мультика будет сильно отличаться от британского из-за своего акцента но если вы хотите учить американский вариант английского то конечно вам тогда подойдет другой больше в общем вот такая вот особенность такой нюанс не забывать когда ищите мультик следующий мультипликационный сериал называется сэра энд дак это про девочку сару и про уточку я хочу пояснить что я рекомендую смотреть мультфильмы на начальных этапах изучения английского не только деткам но и взрослым почему взрослым да потому что легче всего понять мультфильм и если вы понимаете мультфильм можно уже двигаться дальше и следующий вопрос почему я выбрала именно эти два мультфильма да потому что в этих мультфильмах актеры не коверкают слова очень четко правильно говорят и ребенок говорит как ребенок взрослый говорит как взрослый и еще английский на котором они говорят называется received pronunciation или акцент английского received pronunciation еще называется уксфордским английским либо английским bbc и если вам нужен британский вариант очень хорошо начинать именно с него смотрите куда мы вышли на дорогу и тут только всего лишь несколько домиков стоит все они старые особенно те которые соломенными крышами я вам как-то говорила что ремонт этих домов достаточно сложная затея и ремонтировать эти крыши может только человек который умеет это делать и передается это ремесло из поколения в поколение насколько я знаю в юкей здесь в этой стране есть только один колледж который берется обучать этому делу но берет только людей у которых уже был опыт работы с такими крышами так что тот кто хочет стать таким мастером им нужно найти человека который берется их обучать потом можно сдать экзамен и получить называется national vacation квалификация или квалификация которая признается в этой стране и можно стать мастером таким способом но сложно это дело делать я вам показывал уже телеграфные столбы в деревне деревянные фамики голда я вот и ракен это сейчас можем решали куда же идти и выбрали вот эту вот трубку общественную около свежеперепаханного поля необычно в апреле видеть вот только что перепаханное поле потому что уже все поля зеленые и на полях уже все вовсю цветет и растительность такая буйная смотрите как глубоко перепахали мне бы такую машину я бы все быстренько пересадила в саду поле закончилось и мы выходим сейчас на новую общественную тропу новая калитка и тут уже все все зеленое продолжаем наш разговор про английский когда вы улучшили свой английский язык и уже понимаете мультфильмы можно двигаться дальше и следующий передачи я бы вам посоветовала передачи про природу любую передачу известного английского телеведущего и натуралиста дэвида а вот эти вот теннисные курты похоже можно арендовать и приходить сюда играть эти люди вовсю практикуются возвращаясь к моим рекомендациям хочу сказать что у дэвида этим просто только передач туда же советовать у меня тут не хватит всего видео чтобы вам посоветовать поэтому смотрите любые какие хотите можно про животных про океан очень там широкий такой спектр про окружающую среду короче ваш выбор любую можно смотреть любая будет очень интересно кстати вот старое здание в котором располагается специальная школа для мальчиков с особенностями развития такая необычная школа мы опять остановились решаем куда идти наверно перейдем через дорогу и пойдем за школой пока мы решаем я вам покажу вот эту вот бумажку называется это planning application и что это такое это такое заявление человека в местный орган власти с просьбой о том чтобы ему разрешили строительство какое-нибудь почему это вывешивается на столбах чтобы люди прочитали и если кто-то против могли высказаться и еще такие planning application можно увидеть в местной маленькой газетки либо журнальчики вот у нас например в деревне есть местный журнальчик который выпускается раз в месяц и там будет вся информация про вот эти вот заявления много вообще чего там есть и вот planning applications всегда там публикуются возвращаемся к английскому следующий мой совет после того как вы посмотрели программы про природу либо не хотите смотреть программы про природу любите готовить или вкусно поесть можно смотреть программы про еду потому что опять же это следующий уровень изучения английского языка про еду это понятнее смотреть чем допустим смотреть фильмы имя этой женщины телеведущей найджела лосон почему я ее рекомендую да потому что у нее английский очень четкий ясный понятный и говорит она очень медленно пока я тут про повара говорю к нам лошадка подошла смотрите какая у нее масочка из сеточки на ушках и на глазах такой же плащик а вот сейчас я замолчу чтобы вы послушали как она щиплет травку идем дальше и мы сейчас решим куда идти и будем дальше продолжать разговор какие же передачи нам смотреть наверное мы зайдем на эту частную территорию тут на табличке написано что вы можете заходить для прогулки но несете ответственность если там что-то с вами случится и обязательно надо присматривать за детьми вот и все давайте зайдем может там что-нибудь интересное посмотрим мы тут кстати ни разу не были не заходили видите куда мы забрели сад настоящий тут можно идти не просто по общественной тропе а по всему саду гулять для людей у кого сада нету хороший вариант особенно если дети маленькие прийти побегать следующая передача которую я собираюсь вам порекомендовать называется river cottage можно перевести как речной коттедж либо домик у речки ведет ее известный телеведущий писатель шеф-повар с достаточно сложным именем зовут его хью фэнли витинг стол о чем передача он показывает будни на своей органической ферме интересна она не только тем что можно учить английский слушая его но еще тем что он показывает жизнь в английской глубинке и готовит традиционные английские блюда стоит посмотреть даже из-за этого рецепты кстати у него достаточно интересные и очень много вкусного он готовит и если хотите посмотреть что-то традиционно английское то это шеф-повар которого нужно смотреть мы собираемся покидать этот садик смотрите какая старая кирпичная стена и за этим садом судя по карте на которую мы смотрим на телефонах мобильных своих должен быть лесок тут в принципе мы посмотрели все есть где побегать но нам нравятся просторы смотрите куда мы вышли в лесок у нас очень сухо земля пересохшая долго не было дождя и периодически смотрите что встречается колокольчики сейчас пора колокольчиков и надеюсь мы с вами дойдем до колокольчиков потому что тут все леса и поляны сейчас просто ими засыпаны этими колокольчиками идем дальше и говорим про английский следующую передачу которую я хочу вам посоветовать называется ghosts или привидения в двух словах расскажу о чем этот сериал молодая пара приезжает жить в старинном особняке который они унаследовали а оказывается в этом особняке уже живут привидения и каждое привидение из разной эпохи потому что эта комедия очень легко смотрится и многое можно просто догадаться о чем идет речь поэтому для изучения английского это то что нужно хочу сказать что фильм этот был создан актерами которые уже играли раньше в интересном историческо-музыкальном сериале для детей который назывался horrible histories и вот они создали этот новый сериал этот детский сериал который я упомянула он комедийный он в музыкальной форме и еще комедийный и рассказывает про историю в непринужденной смешной форме конечно там преувеличено все но факты не искажаются и если вы хотите чтобы ваш ребенок учил историю легко непринужденно с юмором и знает он английский то я бы рекомендовала для изучения английского можно попытаться смотреть его но так как они там много шутят поют мне кажется на первых парах возможно будет сложно но иметь в виду что есть такой сериал который можно посмотреть когда уже английский становится лучше и смотрите куда мы вышли Сакура цветет Субтитры создавал DimaTorzok Двигаемся дальше и возвращаемся к нашему разговору Следующий сериал, который я хочу вам посоветовать, называется Shakespeare and Hathaway Это детективный сериал, комедия Его сняли в замечательном городе, который называется Stratford-upon-Avon В этом городе родился и был похоронен Шекспир Поэтому Шекспир будет упоминаться неоднократно в этом фильме Кстати, у главных героев фамилия Шекспир и Hathaway Так вот, Hathaway это была фамилия жены Шекспира Правда, в фильме Hathaway мужчина, а Шекспир это женщина-детектив Стоит посмотреть Там еще интересные интерьеры и показывают много города Даже как будто бы на экскурсии побывали, не только для английского Я обязательно вставлю кусочек маленький из этого фильма, чтобы у вас было представление о нем И смотрите, куда мы дошли наконец, какая красота Обещанные колокольчики ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы шли-шли и наконец дошли до этой солнечной электростанции Но меня больше поразили овцы, которые пасутся здесь Видите, чтобы не стричь траву, пустили овец Но у меня батарейка на моем телефоне почти уже села И на моей камере уже села Поэтому я снимаю на свой телефон Камеру спрятала Я с вами прощаюсь Всем всего хорошего, добра, мира И пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова